Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 февраля и так как накопилось опять очень много вопросов на канале YouTube, я сейчас быстро пройдусь и отвечу на те, которые в данный момент требуют ответа, именно сейчас. Так, вот Светлана Ефремова пишет к видео, которое называлось в прошлом году, как посеять в одиночку несколько тысяч корней рассады. Пишет Ольга, здравствуйте, расскажите, как вы такие объемы пикируете, сколько нужно места под распикированную, под только что посеянную рассаду, как устроены, где расположены ваши стеллажи. Благодарю вас за ваши драгоценные ролики, вы показываете очень редкую, очень ценную информацию. Света, все ответы на эти вопросы есть на моем канале здесь за прошлый год. Смотрите, там показано, как расположен стеллаж, где они у меня находятся, сейчас находятся они дома. Вот, потом выносить буду в теплицу. Сколько места под распикированную рассаду? Пикирую в теплицу часть, часть пикирую в тоннели, все это есть на канале, все вплоть от того, как я семечко кладу в ящик и до того, как я рассаду уже выращенную, показываю, какая она вырастает. Все, все есть. В этом году я буду, конечно, повторять немного, но все видеоролики будут немного видоизмененные. Но так как эта информация уже вся есть, посмотрите, пожалуйста, ее на предыдущих. За прошлую весну, за прошлое лето, когда в июне я начинаю уже рассаду продавать, она от семени и до готовой, все есть. Ульяна Сафина спрашивает, скажите, пожалуйста, когда можно сеять монгольский карлик? Я сеять буду завтра, 23 февраля, потому что в прошлом году я в марте посадила вместе со всеми, посеяла. И он у меня немножко не вызрел, и все люди, которые его выращивают, сказали, что он немного тугодумый, его надо сеять чуть пораньше. То есть он не так скороспел, как мы думаем. Я думала, что он вроде как скороспелый, но нет. Буду сеять в конце февраля. Вот пишет Александр про томаты, выращенные по принципу посадил и забыл. В Подмосковье сыра и такие фокусы не пройдут. Ну, во-первых, это не фокусы. В грунтовом варианте выращивают все-все фермерские хозяйства свои томаты. У нас нигде нет томатов, привязанных к олеям на полях или к шпалерам. Есть флора, вот у нас было хозяйство совхоз, всегда выращивают на земле. И я не сказала бы, что в каком-то районе более сыро, в каком-то районе более сухо. Вот у нас сибирский регион, у нас тоже бывает и дождливое лето. Это даже зависит не от региона, а от того, какое лето. Конечно, если лето солнечное, то все томаты будут идеальны. Если лето будет сырое, дождливое, то немножко какие-то будут идти в отход. Но это, конечно, фокусом нельзя называть. Это вот такой технологический прием агротехнический выращивания томатов без подвязки. И очень много сортов, которые по этому принципу вырастают. Александра Олейникова спрашивает. Даже боюсь вопрос задавать, сколько у вас, возможно, у вас и ответов-то не найдется, поскольку рассада у вас образцово-показательная, с теми проблемами, которые у нас вы, наверное, не сталкивались. Но все же рискну. Что делать, если не сбрасывается семя, помогать или нет? Если начинаешь помогать, то обязательно что-то повредишь или вовсю голову оторвешь. И сразу их отбраковывать. Почему так происходит? Я уже поняла, плохо заглубила, плохо уплотнила. Хотелось бы все-таки хоть на пальцах все же услышать от вас, как проводить отбраковку при пикировке, на что обращать внимание, рост-возраст, кто раньше проклюнулся, состояние семидолек. В этом году первый раз увидела три семидольки, причем и на перцах, и на баклажанах. Режила, что это результат несвоевременного снятия семени или какая-то мутация. Но девочки пишут, что ничего страшного, да и вы предлагаете дождаться настоящих листиков. Большое спасибо. Но это вот такой большой комментарий, тут можно прям садиться с утра до вечера, начинать рассказывать о жизни растений. То, что у меня рассада образцово-показательная, это неправда. Я прошла уже все эти этапы, у меня все тоже было, и падеж был когда-то. Сейчас просто я поняла, что чем меньше к ней подходишь и меньше ей занимаешься, тем меньше у нее проблем. Мы сами иногда вредим, вот как я говорю, что лишний раз не надо поливать, лишний раз не надо подкармливать. Все это только идет во вред рассаде. Вот про эти шапочки я уже говорила, вы, вероятно, не услышали в каком-то из этих, ну из видеороликов. У меня шапочки эти бывают очень редко. Ну вот сейчас есть одна шапочка такая, как эти космонавтики, не скидывает семидольный лист, не скидывает вот эту семя, семянную коробочку. Я уже говорила, что можно спрыснуть, посмотреть, размягчилась ли она вот так пальцем потрогать, можно еще раз спрыснуть. Я тоже иногда убираю, особенно бывает, бывает вот на огурцах он вроде уже вылезет, а вот это торчит, это семечко, мне кажется, она ему мешает. Я сбрызгиваю, пробую, если легко, свободно она снимается, то снимаю. Если не снимается, то, конечно, не тяну, потому что можно и семидольки оторвать, можно вообще вырвать, смотря как потянуть. И я считаю, что это ничего страшного нет, это не всегда. Иногда пишут, что это слабое семя, что оно вот не может, но вот те причины, которые вы назвали, они тоже имеют место быть. Если сухой грунт, если недостаточно заглубили, если недостаточно увлажнили, все это может быть причиной плохого сбрасывания вот этой вот семенной коробочки. Потом они бывают такие же прекрасные растения, ничего страшного в этом нет. Так, что там еще было? Ну, про три семидольки я говорю, что я то ли не обращала внимания, или правда не видела, это, наверное, очень редко. Так, идем дальше. А вот почему, Надежда Демочка пишет, почему вянут, отваливаются нижние листики у рассады помидор. Вот смотрите, в прошлом году у меня прям специально есть видео, в котором я рассказывала, что томаты это такие растения, которые могут перенаправлять свои питательные вещества, свои силы, ну, как сказать, с одной области своего растения тела на другое. Вот смотрите, если у вас идет хорошо, наращивается зеленая масса, то есть появляются свежие молодые листья, а нижние, например, особенно семидоли, они очень часто желтеют, засыхают и отваливаются, то это идет вполне такой естественный, объяснимый, вот жизненный процесс замены. То есть старые листья, вот эти особенности медольки, которые нужны были только до появления вот этого росточка, когда появился настоящий лист, они уже не играют никакой роли. Растение перебрасывает все питание на образование молодых новых листьев, а о старых оно забывает. Я вот в прошлом году, может быть, такое некорректное было у меня сравнение, но я сравнивала про молодежь и про пенсионеров, что это всегда бывает так, что раз эти листики пенсионеры, они мало пользы приносят растению, оно как бы забывает о них, оно бросает, оно все внимание уделяет вот этим молодым листикам именно росту своему на верхушечной части, потому что именно там будет продолжение рода, там у них будут эти бутончики появляться, будут цветочки появляться, а нижние у них по остаточному принципу, если что-то останется, то нижним листьям достается, если ничего не останется, обычно нижние листья уже при высадке мы начинаем высаживать, и даже два нижних листа бывает иногда, что уже как немного желтоватые и уже не такого качества, как верхние. Конечно, самые верхние, они такие жирные, красивые, такие сочные, и они более цвет у них насыщенный, чем у нижних, вот так и идет, а потом высадим, вверху нарастет много новых листьев, а нижние и два, и четыре, и шесть начинают сохнуть, вот так загибаться, это не значит, что растение болеет, значит произошла замена. Нужное количество листьев у растения есть, все, и нижние они иногда сами даже отваливаются, но я не знаю, конечно, в каком у вас виде отваливаются, сколько нижних листиков, и что с ними происходит, но это естественный процесс, всегда, когда верхние листья нарастают, нижние приходят в упадок. Везде пишут, что после длительной обработки необходимо высушить семена, только после этого высаживать. Но сколько я читала, пишется не высушить, а подсушить до сыпучести, до сыпучего состояния. Это просто из практических соображений, потому что вот такие вот сыпучие, сухие семена, их легче сеять, потому что если мы их не высушим, они мокрые, они склеиваются, они прилипляются и к пальцам, и вот ко всему. Но вы знаете, мокрые семена возьмешь, их невозможно друг от друга отделить, если они были группой замоченной, поэтому пишут, что разложить на лист и подсушить до сыпучего состояния. Но это не обязательно явление, если вы пинцетиком будете мокрые семена раскладывать, ничего страшного в этом нет, если у вас есть время. Так, вот пишет Владимир Мельников, я смотрел ролик Юлии Меняевой с директором фирмы Седек, так он там сказал, что семена томатов сходят даже после 15-20 лет хранения. Да, это у них очень длительный срок хранения. Так, пишет Федор Путнин. Здравствуйте, Ольга, видел в ваших роликах про томаты тимидов, где их можно купить? Я не знаю, в каком регионе вы живете, у нас в сибирском регионе томат тимидов продается почти во всех крупных семенных магазинах. Это томат сибирской селекции, у нас он продается везде, если в вашей крае завозе, значит у вас продается. Ну где купить? Конечно, нужно спрашивать в семенных магазинах, там все и надо покупать. Вера Киреева пишет, Ольга, здравствуйте, по томатам я поняла, а вот клубнику у вас есть семена? Просто я не нашла в ютубе. Но вот что-что, клубнику с семенами я точно не сею, мне еще этой проблемы не хватало, потому что она всходит очень... Ну и вот тоже надо постараться помучиться, похлопотать с ней. Они всходят и очень медленно растут. Я один раз пробовала магазинные клубники с семенами. Нет, для этого нет вообще повода, я просто размножаю усами, как делают большинство людей. И сейчас дети выросли большие, я уже клубнику сократила до самого-самого минимального, там буквально несколько кустиков. Томаты вытеснили все у меня. Ольга Величко. Кто хочет получать ответы, это в сад, огород своими руками. Валера очень грамотно все рассказывает. Ольги не все ролики хорошие, как-то все через раз. Ну, Оль, я вам тоже советую идти к Валере, вот в сад, огород своими руками, раз у меня ролики такие нехорошие. Я думаю, вы вот здесь советуете, все огородники знают все эти названия, и сад, огород своими руками, и каждый выбирает то, что ему нужно. А это вообще не очень корректно, сидеть на странице одного блогера и говорить, что у него нехорошие ролики, идите, смотрите другие. Я вам вот этот совет дам самой, Олечка. К Валере смотрите, он там очень грамотно все рассказывает. И нет смысла тогда ходить по другим видеоблогерам. Так, отвечать мне тоже не нужно на это. Это чисто риторический такой и вопрос, и ответ. Так, очень много пустого разговора. Это там, где написано первый посев перца, где я специально для начинающих все-все подробно рассказывала. И все меня благодарили. Ой, как хорошо, что вы все так подробно рассказываете. Но для кого-то это пустой разговор. Я вот тоже, вы же видите, что я всегда говорю, это для начинающих. Значит, если вы такой огородник с многолетним стажем, не надо вообще сюда заходить, чтобы потом писать такие неприятные вещи. Если вам кажется, что много пустого разговора, вы можете мне не докладывать, а просто уйти отсюда и все. Не надо мне это. Сейчас посевы, у меня такое хорошее настроение. Вот одну прочитаешь, что у меня ролики нехорошие, другую, что много пустого разговора. Вы мне не докладывайте. Вы просто идите на другие там сайты или каналы, и все будет хорошо. И у вас, и у меня. Вы найдете блогера, у которого очень мало разговоров, который скажет, здравствуйте, я посадил, до свидания. И очень грамотно все будет. Просто неприятно читать. Стараешься, что-то рассказываешь. Очень подробно пишут. Расскажите подробнее. Еще подробнее расскажите. Расскажешь подробнее. О, пустая болтовня. Я понимаю, что всем не угодишь. Но так читать это неприятно. Зашел человек, посмотрел. Так это пукнул и ушел. Пишет, семенами можете поделиться. Была бы премного благодарна. Я уже полностью перешла на посевы. Все с заказами не работаю. Так. Могу точно сказать. Пишет еще какой-то с нерусским именем. Что если у человека рассада стоит на северном окне, она никогда не будет хорошей. Она медленно растет, вытягивается с тонким степлем. Секрет отличной пышной здоровой рассады. Это южное и западное окно. В крайнем случае подсветка. Но всегда, это уже сто раз про это я говорила, что если вы хотите хорошую рассаду вырастить, обязательно нужно освещение. Пишет, я тоже садила Виктория сорт. Это про Казанова. Все подружки в шоке. Говорят, женская радость. Классный сорт. Пишет Татьяна Огородовна. Вот как уберечь рассаду томатов. Где я рассказывала, что не надо переливать, не подходить. И пишет, Оля, для новичков в рассадном деле нужно сказать, что у вас в лотке рассада низкорослых томатов. А она, как правильно, всегда маленькая и коренастая. Выскорослая с одним сроком всегда гораздо выше и тоньше. Таня, ну если вы, наверное, такое впечатление, что вы только что вошли, я каждый, каждый видеоролик об этом говорю. И я всегда говорю, что есть толстоногая, есть обыкновенная. Тут я просто, это же была не тема этого ролика. Тут я просто взяла первый попавшийся лоток и показывала, как я рыхлю. Если бы я еще начала рассказывать, какие это сорта, какая это рассада, но он был бы, ролик очень длинный. Тот, кто смотрит все мои ролики, кто подписан, они прекрасно знают, что это у меня Демидов с Настенькой, что они толстоногие, что они отличаются от тонконогих. И каждый раз по 20 минут тратить на описание вот всей этой рассады я, конечно, не буду. Тут я именно рассказала, что рыхление, лучше полив заменить рыхлением. Так, земля требует труба, да, выращивание на ней, это значит любить землю. Спасибо за видео, много узнаю. Так, круто, привет, пишет Фархуд Муминов. Круто, привет из Таджикистана и добро пожаловать. Думал только у нас такое, ну что 5 ведер с 1 метра. Пишет Алиса, Оля, а почему вы не мульчируете почву? В прошлом летом был подробный видео, такой разговор о том, что почему я не мульчирую. Просто по техническим причинам, потому что нет мульчи, потому что нет надобности, потому что и так все хорошо растет, не вижу смысла лишние хлопоты создавать себе. Так, пишет, помогите, рассада перцев заболела черной ножкой. Про черную ножку в прошлом году очень много видеороликов. И ясно, что в ответах на вопросы, вот на такие вам, ну как, тут в двух словах никогда не скажешь. Во-первых, те, которые уже заболели черной ножкой, которые поражены, их обязательно надо уже выбрасывать. Надо пикировать, пересаживать в свежую землю или протравливать старую. Это очень долгий разговор, но у меня есть за прошлый год видеоролик именно на эту тему. Я прям показываю, как я рассаживаю, какие оставляю, какие выбрасываю. Так, по вкусу очень понравился, про Кенигсберг золотой. На кусту было очень мало плодов, не подскажете, в чем причина. Может, есть какой-нибудь секрет. Ну, какой секрет, я не знаю, я просто высаживаю, выращиваю и ухаживаешь. И сорт от сорта ничем не отличается. Все в одном ряду стоят одинаково. Не знаю, Кенигсберг мне понравился, он был прям весь улепленный плодами. Ольга Гранкова пишет, пикировка это прищипывание корня, а в более объемную емкость это перевалка, когда корень не повреждается. Но мне кажется, все это знают, мы про это уже говорили сто раз. Но иногда мы просто для простоты, как сказать, для простоты вот этого разговора пишем, что мы пикируем. Это значит, мы просто рассаживаем, пересаживаем. И перевалка, слово редко, когда употребляется, пишут, что распикированные, значит, уже рассаженные. Но то, что прищипывание это корня, это же не обязательно. Некоторые высаживают и без прищипывания корня. Так что здесь даже спорить не будем, потому что это бесполезные вот эти вот какие-то поправки малейшие, что... Так, а где вы живете? Сибирский регион, Алтайский край, город Биск. Потом дальше. Купила семена демидов, сажаю первый раз. Открыла две упаковки разных производителей, семена совсем разные. От уральского дачника маленькие, кругленькие, от элиты крупные. Пишет, либо пересортится, либо что, и она спрашивает, какие у вас семена. Вот у меня крупные. Пишет Галина Горбачева, я использую улитки с землей, только они не должны быть большие. Те много витковые, мне не нравятся, в них перцы, остальное сажу. Если улитка много витковая, растения в них задыхаются, прекращается рост, земля спрессовывается. В общем, можно поэкспериментировать, только без фанатизма. Пишет Алиса Шестернина. Оль, добрый день, я у себя на участке высаживаю петунию в горшки, но после дождя она выглядит не очень, как-то разочаровалась. Подскажите, какие однолетние цветы можно выращивать в горшках, низкорослые, неприхотливые. Вы знаете, мы живем в частном доме, у меня в горшках мало что выращивается, мы как-то привыкли в землю, в грунт, в клумбы. Но в горшках, в вазонах я все-таки выращивала, выращивала я петунию. Но петуния, дело в том, что ее нужно делать прищипку или обрезку, у нее уже несколько волн цветения. Иногда она цветет и делается некрасиво, надо пообщипывать вот это все старое, она снова обрастает. В горшках, в вазонах выращивала, тоже все пробовала. И лабелию выращивала, потом настурцию выращивала, потом еще что выращивала. Ну вот петунию выращивала. Мне не нравится выращивать в горшках, там часто нужно поливать, потому что грунт пересыхает. Все-таки я в клумбе больше люблю выращивать, потому что в клумбу посадишь, и там более влажный грунт дольше сохраняется. А в горшках смотришь, она поникла, смотришь, она поникла. И вот так день до через день бегаешь, ее поливаешь. А когда с огородом много хлопот, то и горшки иногда забудешь полить, на следующий день смотришь, они уже чуть еле живые. В горшках больше не выращиваю. Так, я выращиваю томаты, пишет, только калмачевую, без полива, поэтому корень никогда не прищипываю, иначе он воду не найдет. Но если без полива, совсем да. Так, дальше что еще? Ой, пишет, а мне говорили, что арбузы растут на центральной плите, и только там опасенки, все нужно удалять. Короче, я запуталась, что и где растет. Это зависит от сорта. Обычно гибридные всегда ведем в один ствол, то есть вот в одну плеть, и действительно все пасынки убирают, но сорта все разные. Вот те сорта, про которые я рассказывала, их выращивают по-другому. Так, у меня на перцах тоже были 3 семидоли, но не массовые, это были только гибриды. Пишут, Елена Верткова спрашивает, Оля, это не перезимовавший или перчик-колокольчик на столе? Это перезимовавший, только это оранжевый гном. Так, в огороде мы многие эмульчируем посадки, а кто сказал, что сеянцы томатов нельзя эмульчировать? В магазинах продается кокосовый субстракт, стоит в районе 100 рублей, из него получается целых 7 литров субстракта, эмульчировать одно удовольствие. Поливать придется реже. Тут, ну, правильно сказала, что, я думаю, Ольга разорится на кокосе с ее объемами, 2000 корней кокосом не уложишь и смысла не вижу. Да еще можно себе облегчить труд, а черные ножки забыть, купить капиллярный мат и поливать не в стаканчики. Но тут каких только какие-то и кокосовый, и капиллярный мат. Если честно, я ничем этим не пользуюсь, я никогда не усложняю. У меня очень-очень простое вот это огородничество. Редко хожу в магазин, я вот даже некоторые названия мне спрашивают, а вот этим вы пользуетесь, а вот этим вы пользуетесь. Я никогда ничем почти не пользуюсь, никакими не кокосовыми субстрактами, капиллярный мат вообще я первый раз слышу. У меня просто посеял в простую землю, уход, любовь, забота, все распикировал, высадил, поливаешь. И все вырастает прекрасно. Не люблю, если честно, вот эти вот, ну как, нужно, конечно, в ногу со временем идти, но вот кокосовым субстрактом, чтобы весь огород перестилать или там какие-то посадки, я, конечно, этого делать не буду. Зачем я буду тратить лишние деньги, когда и так все хорошо растет? Ой, опять про это, про сажать и садить уже достали. Александр П. пишет, не садить, а сажать. Научились ролики выкладывать, научитесь грамотно говорить. Спасибо, Александр. Я вот ему пишу, я считаю, что каждый человек должен учиться всю жизнь, это правда. И вам нужно научиться тактично вести себя в гостях. Ну вот, а я пока садить буду сегодня, завтра. Зачем пытаться переделывать человека, который уже прожил всю жизнь? С детства говорит это слово так. Я знаю, что правильно сажать, но я не могу себя контролировать, я не могу каждую минуту задумываться. Вдруг я неправильно это слово произносу? Я теперь уже буду садить всю жизнь до самых-самых последних дней. Не надо меня поправлять. Если вам, ну я еще раз говорю, ну вы же вольны в своих действиях, но не нравится, режет вам ухо, как я так говорю, вот не по-вашему. Ну не смотрите, перейдите к грамотному блогеру. Я не знаю уже, как отбиваться от учителей русского языка, вот каждый день. То неправильно поздоровались, то неправильно слово садить, то еще что-то, а попрощались не так. Так, 3-7 дольки. Мои родители тоже отрывали кончику помидор. Теперь все говорят, что при пикировке не надо отрывать кончику помидор. Но мы вот спросите у людей старшего поколения, опытных садоводов, огородников, всегда пикировали с прищипкой вот этого центрального стержневого корня. Теперь вот уже войну объявили тем, кто прищипывает, это значит они такие неучи. Но вот я если его прищипывала, я буду теперь всегда так прищипывать. И все стараются как-то переделать друг друга. Нет, других под себя. Я всегда говорю, что, я никогда не говорю, что мои способы, мои методы единственно верные. Каждый вправе делать так, как хочет, так, как считает нужным. И других, как сказать, поправлять или в свою колею заставлять идти своей колеей, это, конечно, неблагодарное дело. Лично я всегда делала так, как мне нравится, я считаю нужным, и всегда буду делать так. Другим я просто показываю, как я делаю. Хотите, повторяйте, не хотите, ищите свои методы. Это просто для развития кругозора, для того, чтобы люди, начинающие, новички, видели, что можно сделать так, а можно сделать и так. И попробовав все эти методы, нашли, если бы, самые оптимальные. Вот самый, иногда вот сядешь, отвечать на вопросы, и не знаешь, то ли, правда, отвечать кому-то, кто действительно ждет твоего совета помощи, то ли отбиваться от учителей русского языка, вот от учителей вот этих земледельцев, которые говорят, землю копать нельзя, прищипывать стержневой корешок нельзя, а нужно мульчировать обязательно, без мульчи нельзя, значит, ты безграмотный. Это ужас. Столько советчиков развелось. До свидания. Желаю вам всего самого лучшего. Самое главное, из всех этих советчиков найти какого-нибудь одного, который более-менее адекватный, который не говорит, что делайте только так, как я, а который действительно предлагает. Хотите, делайте, хотите, нет, но я вам покажу, как делаю я. Все, пока.